По пальцам можно было посчитаться в Грузии тех людей, которые понимали черкесский вопрос. Со стороны Грузии что это было? До последних минут боялись, что вот сейчас в парламент прилетит баллистическая ракета. Для нас, для черкесов, это не штамп исторической справедливости. Шла борьба с черкесской этнической целостностью. Никто там не хочет возвращаться. Он может годами находиться на территории Черкесии, но нет никакой гарантии, что его не депортируют. От логики к российской действительности перейти плавного перехода не может быть. Есть попытки переведения данного вопроса в другое русло. В зале славы твое место ты себе уже обеспечил. Приветствую всех, дорогие друзья, кто нас смотрит, видит на всех площадках. Мы продолжаем серию наших подкастов. Как и обещали, не останавливаемся. Продолжаем встречать и приглашать гостей в нашу студию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диалектов черкесского языка Хочу сказать, что это очень весомый вклад в кавказское языкознание в исследование кавказских языков Также ты получила политическое образование за границей Начнем с самого начала как я вообще попал в кавказоведение и как я занялся черкесским вопросом Если вы возьмете любого кавказоведа который сам не является, допустим, жителем Северного Кавказа и так далее все они вам скажут, что ни один из них не скажет, что это была их как бы изначальная профессия, которую они с самого начала хотели заняться все как-то туда попали в результате какого-то случая Я-то также попал туда Моя изначальная специальность, когда я поступил в университет было востоковедение, турецкий язык и литература Мой как бы карьерный план Я очень хорошо владею турецким, а также азербайджанским Мой карьерный план как бы был выучить язык и потом работать с турецкими компаниями чисто в частной бизнес-сфере То есть никаких политических и активистических намерений тогда у меня не было Хотя Северным Кавказом как бы я интересовался, как бы читал там тогда еще не было интернета и не было так доступно читал энциклопедии, разные небольшие книги но не занимался этим на профессиональном уровне но случилось так, что в 2009, когда был, по-моему, на третьем курсе мне пришлось выбрать один дополнительный предмет и он был введением в кавказоведении и там, ну, был преподаватель Сира Барамидзе и также, если не ошибаюсь, Мираб Чуху которые очень интересно для меня представили этот вопрос и я решил как бы заняться и взять как дополнительную специальность и мне надо было выбрать один из языков кавказских языков у меня был выбор между, значит, абхазским черкесским, чеченским и, если не ошибаюсь, осетинским ты выбрал черкесский да, но почему я выбрал черкесский? несколько факторов первый фактор это был то, что знание турецкого языка то есть я посмотрел, что осетины как бы в основном они живут на своей исторической родине а также, ну, на территории Схенуана также, что касается абхазов, ну, как бы это была немного модная тема многие шли на абхазский язык и как бы я хотел что-то другое но вот когда я увидел вот черкесы они живут, большинство из них живут на территории Турции так как я знал турецкий язык уже тогда довольно нормально мог общаться на нем я решил, что это будет очень хороший как бы трамплин чтобы подойти к этой диаспоре и использовать мое знание турецкого для этого вопроса и второй фактор, конечно же, преподавание потому что преподавательница была да, и сейчас также носитель черкесского языка да, носитель черкесского языка Уджиху Тамара которая также прекрасно владеет грузинским языком и также имеет лингвистическое образование она получила образование при Арнольде Чикобала основателе кавказоведческой кафедры в Тбилиси и поэтому мой выбор пал на черкесский язык но кроме самой лекции я должен был получить дополнительную практику тогда было сегодня также, но тогда еще больше было проблематично посещать Российскую Федерацию потому что я физически не смог бы поехать ни в Майкоп, ни в Нальчик, ни в Черкесск и тогда Фейсбук еще активно не был распространен и я использовал ВКонтакте одноклассники чтобы найти черкесов и я им потом звонил когда познакомился я им звонил по скайпу и мы потом общались вот так я познакомился со всем коллективом Вести Адыгея они сейчас, наверное, смотрят и салям передаю и после вот своего эфира некоторые из ведущих мне звонили я им звонил и так практиковал и также вот с помощью социальных сетей уже у меня довольно обширная сеть знакомств была а когда уже стал активно использоваться Фейсбук это мне открыло дорогу уже на турецкую диаспору потому что я начинал находить их профили добавлять их и добавлять в их группы и вот так я вот речь отличается, да, вот тех, кто на родине естественно, потому что как со стороны, да, вот с двух сторон да, во-первых, надо учесть что большинство черкесов диаспоры это шапсуги и абадзехи и они, естественно, их диалект отличается от литературного, чем гуйского диалекта который находится на территории Абигей а также на территории Кабардино-Балкарии то есть кабардинский диалект а также надо учесть в влиянии турецкого языка потому что он все-таки много слов, да? да, и слова, и, допустим, как бы строение предложений то есть они, но также они изобретают так как они не прошли как бы стандартизацию языка, которое происходило сначала на территории Советского Союза потом Российской Федерации то есть они сами изобретали некоторые слова например, самолет они называют кухащата то есть летущий корабль я знаю, что и «компьютер» они перевели и слово «глагол» тоже перевели например, «компьютер» — это «шэнавапс» этот «глагол» — это «хусэ» вот наши коллеги, да? да, то есть не, но кухащата — это не коллеги это сами на народном уровне то есть они сами перевели и еще много таких слов и да, отличается и я вот начал с ними общаться я уже продолжил магистратуру на Кавказоведении но перед тем, как я перейду на вопрос диаспоры я сейчас отвечу как бы на ваш вопрос да, и перед тем, как ты ответишь на вопрос я хочу обратить внимание тех черкесов, которые проживают на родине и не владеют своим языком что для них сегодня гораздо удобнее и больше условия, чем для Олега который, находясь далеко и не имея практики все равно сохранил абсолютно уверенный черкесский язык, я хочу отметить и тут, чтобы восстановить баланс хочется отметить, что и Лариса, проживая в Грузии очень хорошо владеет грузинским языком я расскажу вам что касаемо это все, что вы не можете чуть ли, чем что, для того, как вы что это делаете это, что это какое-то что это 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 Что это дает? Это дитр Это дитр Есть дитр Это дитр Я не знаю, что это дитр Да, мы знаем, что дитр Дитр Это дитр Это дитр Ромели Это дитр И вот это дитр Я желаю Ты был активным участником признания грузинским парламентом черкесского геноцида. Давайте вспомним этот период за последние 10-11 лет. Как ты оцениваешь, в чем была тогда главная мотивация Грузии по поводу признания черкесского геноцида? И какова она должна быть у других стран? То есть главное, что нам говорили, у Грузии свои политические интересы. На что мы в принципе, здравомыслящие черкесы, понимаем, что политические интересы для каждого это нормально и они должны быть и у нас тоже. Но тем не менее, все-таки помимо политических интересов в регионе, как ты чувствовал эту ситуацию в тот момент? Значит, это совпало с активностью черкесских организаций как на родине, так и в диаспоре. Ну, это примерно 8-9-10-е года. Тогда еще студентом было мне где-то 20-21 было примерно. И я помню, то есть у нас была такая организация, небольшая организация «Свободный Кавказ». И один день мы получаем электронную почту от одного из видных черкесских деятелей, я не буду называть его имя, но получили письмо, где он как бы пишет о проблеме и боли черкесского народа. И просит как бы не то, чтобы признать, но просто поднять вопрос черкесского геноцида и Олимпиады в Сочи, в Грузии. Чтобы хотя бы на общественном уровне происходил разговор на эту тему. Мы там были тогда в основном студенты, кто были участниками той организации. У нас, естественно, не было такого большого опыта. И первое инстинктивное, что я сделал, это передал это письмо Мерабу Чухуа, моему лектору, а также человеку, который в то время являлся заместителем министра диаспоры Грузии, который в основном, ну как бы диаспорой занимался, но как бы все равно кавказскими делами все-таки также занимался и принимал активное участие. И там потом произошел контакт уже между Мерабом и тем черкесским деятелем. И так уже наладились первые отношения. Это я напомню, что до этого практически не существовали. То есть после войны в Абхазии и до этого не, может быть, на индивидуальном уровне были отношения между какими-то конкретными лицами. Но так массовое грузино-черкесское взаимоотношение и такого взаимоотношения, как между на то, что сейчас можно пройти по улицам Тбилиси, случайно можно встретить человек, кто или на кабардинском диалекте, или на западном диалекте говорит. Такого вот тогда еще невозможно было представить в Тбилиси. И вот уже начались контакты. Потом начались уже проводиться конференции. Начали постепенно приезжать черкесы. Сначала как бы очень осторожно приезжали. Многие отказывались приезжать по разным причинам. Но была вот та группа небольшая первопроходцев, которая начала приезжать в Тбилиси, восстанавливать отношения. Также грузины. Очень мало по пальцам можно было посчитать в Грузии тех людей, которые понимали черкесский вопрос. И несмотря на то, что мне было тогда 20 лет, я был в числе тех небольших людей. И вот нам была поставлена такая трудная задача, чтобы убедить, чтобы работать сначала с грузинским обществом, а также объяснить в правительстве, что для нас обязательно надо работать в плане восстановления доверия и восстановления взаимоотношений с черкесами. И этот процесс начался. Как я сказал, были конференции. И тогда уже был поставлен вопрос про признание черкесского геноцида, а также максимально по мере возможности противостояние Олимпиады в Сочи. Почему? Потому что эта Олимпиада была проведена на костях черкесов, в Кабааде, который сейчас называется Красная Поляна. Там вот те могилы черкесов, которые были убиты, они были как бы выровнены грейдером, и там были построены олимпийские объекты, а также те сакральные черкесские деревья, которым были несколько тысяч лет, были тоже срублены, и там проводилось вот эти олимпийские игрища, и даже некоторые черкесы даже хотя бы просили, что хотя бы на уровне символики дайте, чтобы как бы символ был связан с черкесами, но нет, даже символ был отказан, и там были как бы кубанские символы. И вот, а также там, ну, все знают, какой урон природе был нанесен, как и в Черкесии, так же и в Абхазии, где просто вот хищнически выносили инертные материалы из рек, из моря и так далее. И вот это была как бы просьба тех черкесских активистов, и началась работа. Что касается самого признания, то есть это не было таким как бы прямолинейным процессом, что вот решили, чтобы признать, и раз-два, и признали. Нет, это было очень много работы. Во-первых, надо было найти архивы. Надо было найти ту информацию, которая, чтобы, то есть, показать факт, что это правда так произошло. Мерап Чуху, а также Бежан Хорава, который является лектором... Автором книги Черкесы, да? Да, и автором книги Черкесы. Они активно работали в архиве и изучали материалы. Также черкесы тоже, то, что они имели документы, они тоже максимально помогали. Многие даже не знают, что тогда мы нашли факты, когда применение биологического оружия. И как это было? Значит, российские войска, когда происходил геноцид черкесов, они убивали скот, и когда он уже гнил, и появлялись бактерии, они их бросали в колодцы, чтобы вода была заражена, и чтобы как можно больше черкесов были убиты. И это был прихаз от военных. То есть, это то же самое, что сегодня применить оружие массового поражения. Вот такие факты были найдены в Тбилисском архиве. И, естественно, тут не было сомнений, что это является геноцид. Что касается самого признания, то есть, была небольшая группа людей тогда в парламенте и в правительстве Грузии, которые понимали этот вопрос и которые его поддерживали. Среди них был, допустим, Нукзар Циклаури, тогда еще глава комитета и некоторые другие, но в большинстве был как бы скепсис. Во-первых, был такой вопрос, вот как геноцид же это, допустим, мы имеем пример Холокоста, Руанды и так далее. Насколько это соответствует тому, что было в этих случаях. А также второй вопрос был реакции России. То есть, все боялись, что вот если мы сделаем так, и мы признаем геноцид, как Россия на нас ответит. Я даже помню, вот когда мы сидели в парламенте и происходил уже процесс признания геноцида и уже голосование, некоторые до последних минут боялись, что вот сейчас в парламент прилетит баллистическая ракета. Вот, но, как видите, не прилетело. Да, давай напомним, Олег, что признание геноцида грузинским парламентом состоялось 20 мая 2011 года. Да, это произошло тогда. Абсолютно большинством голосов, в том числе и оппозиция, которые некоторые из них сейчас являются в парламенте, в правительстве, они тоже проголосовали. Я помню, один воздержавшийся только был. Да, это был один воздержавшийся, но его голос ничего не решил. Тут надо внести ясность, что ты говорил о первопроходцах и о первых черкесах. Лариса как раз, если ты первопроходец с этой стороны, Лариса как раз одна из тех активистов, кто в то время приехал. Одна из первых была, кто и до этого также активно приезжала. И поэтому, да, Ларисе надо признать, что я является одной из первопроходцев, кто участвовал в этом процессе. Что касается самого признания геноцида, то есть было также принято решение, чтобы это не был как бы единичный акт, что как бы вот Россия нам это сделала, мы ей это. Нет, это должно было быть первое самое, то есть главная ориентация должна быть на как бы черкесов, на черкесов, чтобы как должно быть это продолжено. И был, то есть следующий шаг был, как бы создание черкесского культурного центра в Тбилиси, который по сей день работает и очень активно участвовал во многих вопросах. Это как бы мой второй дом, я почти четыре года там работал, это была моя первая работа. А также создание черкесского мемориала в Анакли, который построил, создан был по проекту Хусейна Кочесокуа, из Кабарды. Был также проект построения небольшой черкесской деревни около Анаклия, должны были поселиться там сирийские черкесы и такая культурно-туристическая деревня, но это, к сожалению, не осуществилось. На каком-то этапе он или он просто заморозился проект? Да, проект заморозился, потому что уже не было такого интереса и немного поменялось правительство и так далее. Более осторожную политику как бы ввели, но несмотря на смены власти, несмотря на то, что новая власть как бы все-таки осторожную политику ведет в плане России и зачастую является объектом критики, очень справедливой критики, но надо признать, что они, даже это правительство не отменило признание геноцида и как бы не препятствует работе Черкесского культурного центра, а также и других организаций. То есть это показывает, что это не является одноразовым проектом какого-то конкретного правительства Грузии, а это является как бы частью взаимоотношений грузин и черкесов. И самое главное, один вопрос в том, что черкесский вопрос был поднят и он был признан. Также многие не знают, что после признания геноцида также была проведена конференция, о экологической и культурной катастрофе, которая происходила в Сочи, где многие западные, а также черкесские исследователи представили свои доклады, но как бы тут физически Грузия мало что могла бы сделать, чтобы предотвратить Олимпиаду в Сочи, кроме того, чтобы как бы говорить и поднять этот вопрос. Это максимум, что мы тогда могли делать, но несмотря на это, эта конференция тоже свою позитивную роль сыграла. Олегов, вот ты рассказала о процессе подготовки и признания. Если подвести итог и подчеркнуть, со стороны Грузии, что это было, именно этот факт признания геноцида черкесов? Очень многие говорят, что Грузия признала геноцида для того, чтобы как бы черкесов поссорить с абхазами и чтобы их как бы друг от друга отделить. Ну, то, что между черкесами и абхазами происходило, не было, как сказать, охлаждение, тут роль Грузии очень маленькая, потому что мы знаем, что происходило посягательство на этническую целостность черкесского народа, когда некоторые деятели из Абхазии говорили, что убыхи являются абхазами и также выдавали абхазские паспорты только шапсугам и убыхам, но другим черкесам не выдавали, как бы отделяя их, также и многие другие такие вопросы. То есть тут это независимо от Грузии произошло, тут роль Грузии почти нулевая, но тут наоборот, мы видели тогда черкесов как мостом, наоборот, между абхазами и грузинами, и результат был тот, что некоторые, вот одни из тех первопроходцев, которые потом продолжили с нами работать, они через свои контакты привозили абхазских детей, в том числе из Гудаут, из Туарчелли, из вот таких именно абхазских регионов, абхазонаселенных регионов Абхазии, привозили, допустим, на грузино-черкеско-абхазские летние школы, там, в Батуми, в Анаклия, в другие города Грузии, и вот это было, как бы, построение мостов. Многие абхазские деятели, которые до этого, как бы, имели немного радикальную позицию в отношении Грузии, да, они до сих пор считают, что Абхазия должна отделиться, но уже они, как бы, такой радикальной позиции, что, допустим, грузины-то фашисты уже не имеют, сюда приезжают не только по поводу лечения, но по поводу других вопросов, культурных вопросов, и в этом очень большую роль сыграли черкесы. Я также на своем личном примере скажу, что мне черкесы Турции очень помогали заходить в абхазские села Турции, и я посещал абхазские села, и там очень хороший, то есть позитивный диалог у меня был с местными абхазами, и вот это было главная цель. Нам, наоборот, мы заинтересованы, что чем ближе абхазы будут к черкесам, тем легче нам будет с ними вести диалог. И вот это самое главное, как бы, достижение восстановления взаимоотношений между черкесами и грузинами. И самое главное, что сегодня вот раньше, раньше был такой вот стереотип, что вот почему-то слово черкесы мало кто употребляет, вот кабардинцы, адыгейцы, это вот те головорезы, кто нам рубили головы в Абхазии, и так далее. Но сейчас у черкесов имиджи в грузинском народе очень позитивны. Вы можете увидеть как бы грузино-черкесские флаги на разных группах, на разных заставках в социальной медиа. Грузины поют на черкеске, черкесы поют на грузинском, многие удивляются близости культуры, там уже смешанные браки, то есть увеличивается их число. Можно, как я сказал, можно услышать черкесскую речь случайно абсолютно в Тбилиси, проходя по туристических местах. Поэтому вот это самое главное, и вот надо продолжать работать в этом духе. Восстановление этого общения – залог, я думаю, мира не только в регионе здесь, но и глобально в регионе, в Кавказском регионе. Потому что без вот этого грузино-черкесского сотрудничества, общения и восстановления этих исторических связей тяжело представить будущее для нашего региона. Но вот ты сейчас рассуждал о признании в Грузии, и вторая часть вопроса у Ларисы была, и мне стало еще более интересно, чтобы ты порассуждал. Если со стороны Грузии это как бы в основе лежит мост с Абхазией, о чем ты сейчас рассуждал, черкеса, грузино-абхазские отношения, то что может быть мотивацией для других стран в мире, в том числе для западных стран? Мы видим, сегодня Украина в Раду внесла законопроект о признании геноцида. Брать пример Украины. Что сейчас происходит на территории Украины, и какие параллели это имеет с геноцидом черкесов. Почему было очищено побережье Черного моря? Потому что Россия видела это как стратегическую территорию, где должны были находиться ее стратегические порты, стратегические дороги, и им как бы мешало это, как они называли, туземное население. И несмотря на то, что под конец войны Абадзехи местные, местные черноморские черкесы были согласны жить на территории Черкесии и как бы подчинили, как бы принять те законы, насильно изгнали из этих территорий, чтобы это было как бы чистое поле, очищенная зона, и где мы должны были проходить стратегические объекты. То же самое сегодня происходит, мы видим в Украине, где вот именно стратегические части, вот Херсон, также Запорожье, вот Крым, Донбасс, вот именно вот те регионы пытаются российской армии очистить от украинцев или, как сказать, провести так называемую деноцификацию. То есть их цель не как бы создание русского мира и защита русскоязычного населения, их цель как бы овладение вот этими стратегическими территориями, даже если это будет за счет геноцида и физического истребления населения. И мы видели, что произошло в Буче, и много таких еще в Буче происходило в разных регионах Украины. Поэтому вот сейчас, если брать конкретно пример Украины, они вот на себе то же самое вот сейчас испытывают, то, что испытывали черкесы в 19 веке. К сожалению, у черкесов не было такой большой поддержки со стороны мирового сообщества, поэтому как бы они не смогли преодолеть, не смогли противостоять оккупации физически и вынуждены были, те, кто выжили, вынуждены были покинуть территорию своей исторической родины. То же самое, допустим, если взять пример Польши. Мы знаем трагедию, которую они испытали в Катыни. То есть это вот именно общая трагедия, общая боль, вот это должно быть мотивацией тех стран, которые потенциально могут признать геноцид. В плане Украины, тут, может быть, так сказать, в отличие от Грузии, тут была группа людей, которые понимали черкесский вопрос и занимались им еще до того, как вообще тема геноцида, признание геноцида стало актуальной. Но среди Украины такого знания нет, поэтому вот Украина как бы нуждается в тех людях, которые объяснят им суть этого вопроса и объяснят, что это не то, что вот как бы просто насолить России и сказать им, что вот вы нам, вы оккупировали Крым, вот мы зато вам признаем геноцид черкесов. То есть тут главная правильная формулировка и вот объяснить украинскому обществу в чем суть данного вопроса, а также что будет дальше и как будет продолжаться потом черкесско-украинские взаимоотношения. В продолжении мысли об Украине хочу, я обратил внимание на такой факт, что если посмотреть два года назад, было обращение Зеленского, по-моему, перед выборами, когда он говорил, запомнилось это тогда всем, когда он говорил, я типа, мы все там дагестанцы, кабардинцы, там, перечислял разные национальности и перечислял от кабардинца адгейцы, да, ты говорил до этого. А буквально недавно Зеленский обращался к народам Кавказа и обращаясь к народам, он сказал чеченцы, дагестанцы и черкесы. То есть я вижу эту динамику и мне кажется, что понимание в Украине этого вопроса уже есть, я убежден в том, что есть понимание, есть люди, которые разбираются в этом вопросе, поэтому, как я не раз говорил, большая вероятность есть того, что геноцид признается в ближайшее время, и тут важно то, что дальше. И здесь я с тобой полностью согласен, нужно показывать картину не только украинцам, но и в Грузии надо над этим работать и в остальных странах мира показывать, что дальше это признание геноцида несет. Для нас, для черкесов, это не штамп исторической справедливости, терминологию, которую любят употреблять. Для нас, черкесов, признание геноцида это значит возвращение тех прав, которых лишил наш народ. И одно из этих прав это этническая целостность черкесского народа. Потому что, когда мне вот есть многие грузины, которые думают до сих пор, они не являются экспертами по Кавказу и думают, что адыгейцы, кабардинцы, черкесы, это разные народы. Я им вот очень по пальцам объясняю. Вот представьте, если бы Грузию расчленили и создали Кахетинско-Азербайджанскую республику и Эмеретинско-Армянскую республику. И написали им как бы Кахетинцев, Эмеретинцев и, допустим, играл в разными нациями. Вот примерно вот так черкесский народ был искусственно расчленен на разные национальности. Несмотря на то, что они, черкесский народ, имеет общее самоназвание и на название до сих пор блокируется вопрос, чтобы в переписи все были перечислены как черкесы. То же самое происходит в Украине. То есть, мы видим, создаются так называемые ДНР, ЛНР, также Херсонская народная республика. Что значит эти народные республики? То есть, они им говорят, что вы не украинцы, вы там Донец и Малороссия, там как русский мир, что это тоже идет посягательство на не то, что целостность, вообще существование украинского народа. То есть, мы видим вот такие идеологи Кремля, как Гиркин, пишут, так называемая Украина, так называемые украинцы. То есть, так как идет борьба против украинского этнической целостности, также до этого шла борьба с черкесской этнической целостности. И то, что черкесцы являются этнически целым народом, это подтверждает, допустим, пример Кайсери турецкой, это провинция, где живет, находятся 60, по-моему, 4 черкесских сел, как восточных, так и западных. Но, как они мне сказали, мы узнали, что адыгейцы, черкесы, кабардинцы, считаются разными народами только после распада союза, когда они начали к нам приезжать и говорить, потому что, допустим, там хатукаицы и жидуги живут близко, и абадзехи живут близко около кабардинцев, но они никогда, несмотря на то, что имеют разные диалекты, они никогда не считали себя разными народами. И вот это еще раз подтверждает этническую целостность черкесского народа. Не забывай, что ты черкес. Сейчас мы плавно перешли к планируемому второму блоку, это твое нахождение в Турции, ты достаточно длительное время находился среди черкесов. Как они тебе сказали, очень интересно, что мы только после развала узнали, что есть адыгейцы, кабардинцы, так называемые, точно так же сегодня только, вот наши друзья сегодня находятся в Турции, объезжают всю республику турецкую, изучая черкесское состояние. Вот только сегодня мы узнаем, что эти штампы про туречную диаспору, про то, что они забыли свои корни, язык и так далее, что это просто штампы пропаганды на самом деле. И вот интересно от человека, который непосредственно там находился долгое время, я как понимаю, это как раз сопрягалось с изучением языка, ты уже как зная язык, туда с ними поехал общаться. Вот как изнутри турецкая диаспора, какая атмосфера там внутри в этой черкесской диаспоре? Давайте сначала различим. Значит, что мы называем туречивание? Если идет речь о смене идентичности и как бы ментальности, наверное, допустим, принятие того, что я не черкес, но я турок, такого нет. То есть очень редко можно найти черкеса, который как бы отрицает свое черкесство и считает себя этническим турком. На месте абсолютное большинство черкесов, с которыми я общался, они считают себя этническими черкесами. Насколько они, несмотря на то, что многие из них могут быть оторваны от черкесской среды и, допустим, иметь корпоративную работу в Стамбуре или в Анкаре и видеться только со своей родной на празднике, несмотря на это, они считают себя черкесами, имеют сильную черкесскую идентичность. Что касается знания языка, тут есть проблематичные аспекты, потому что если не брать, допустим, Кайсери, где все-таки еще сильнее сохранено тот пласт населения, кто говорит на кабардинском диалекте, в других регионах, допустим, Дюздже, Вадапазары, там мы имеем такую ситуацию, то есть население выше, скажем, 50 лет говорит на черкесском языке, хорошо говорит, население примерно между 30 и 50 лет возрастом, они как бы могут говорить и понимают, но немного уже затрудняются, а население младше 30 лет, за исключением тех, кто есть те, которые сами изучали через интернет, через общение с другими черкесами, те, к сожалению, уже забывают язык и не знают, но у этого есть свои причины, там урбанизация, там отсутствие образования в школах на черкесском языке и многие другие факторы, да, эта проблема языка есть, но также надо стоит отметить, что университет Кайсери, а также университет в Дюзже очень большой вклад в сохранение черкесского языка внесли, так как там открылись кафедры изучения черкесского, то есть отдельная программа изучения черкесского языка и как в Дюзже там преподают западные диалекты, Мира на Роква допустим преподавала долгое время там, также Мадина Паштова преподает в Кайсере уже кабардинские, то есть восточные диалекты и они очень большой вклад вносят в сохранение численности студентов, которые с нулевым черкесским поступили и уже допустим очень хорошо знают язык, очень возросло, также этнические турки и курды я видел с примера, которые поступали на эту программу и тоже с нуля выучили язык. То есть это специалисты выпускаются этим университетом, специалисты языка, то есть чтобы они продолжили обучать других, да, многие из них потом идут, то есть сейчас последние 10 лет после реформы Эрдогана, если в селах населенных этническими меньшинствами, если большинство родителей согласны, чтобы их родной язык преподавался и найдется преподаватель, то они имеют право потребовать несколько часов в неделю уроки родного языка. в школах. Да, и вот эти выпускники в основном идут или в свои села, или также в города. В города, как бы в черкесской организации там преподают. Также выходцы из черкесских республик, также которые уже живут в Стамбуле, в Анкаре, также имеют свои курсы черкесского языка в разных организациях. я вот не хочу называть конкретный город, конкретную организацию и конкретное имя, и конкретную республику, из которого был дан преподаватель черкесского языка, но там был очень такой трогательный момент. Я присутствовал на выпускном вечере студентов, которые прошли курс черкесского языка, и там были как театр, они произносили стихотворение, там нардский эпос и так далее, и один из участников выпускников он должен был произнести стихотворение написанное великим черкесским писателем Мисхаком Машбэш Сыны Дельфыбс, который называется «Родной язык». Но так как я знал это стихотворение наизусть, я слушаю, и там есть такой вот один куплет. «Молтэпс, рычепхяп, зрыбзэууа, дгабзэхэт, ищичах, аозэтхапшра, зэрамэпхар, сэуа, шпээтхапшрэ, хапшрафауах». То есть примерно на русском это как бы звучит. Вот нам, некоторые, подразумеваются русские, говорят, что вот когда ты за реку перейдешь, то есть за Кубань, зачем тебе нужен твой родной язык, и вот из-за этого мне как бы на сердце больно, примерно вот такой смысл этого. Я вижу, что этот куплет отсутствует. Я потом подошел к руководителю и спрашиваю, я знаю наизусть этот стихотворный, почему они его не произнесли. И вот у этого человека был как бы шок, понимает, что это так, но ничего не может говорить, у нас там семья, мы ничего не можем сделать. Потому что, к сожалению, представители российского посольства активно наблюдают за деятельностью черкесской диаспоры, а также особенно за деятельностью выходцев из черкесских республик, которые живут в Турции и работают в диаспоре, и там всегда присутствует и в посольстве в Анкаре, а также в консульстве в Истамбуле люди, которые в основном кавказского происхождения, но которые полностью работают на спецслужбе, которые полностью контролируют и создают базу данных на тех людей, которые на этом направлении работают. Вы сейчас очень много поговорили про курс черкесского языка. Будет несправедливо, если мы не отметим для тех людей, которые хотят изучать черкесский язык, что Лариса является автором курса по черкесскому языку и преподавателем онлайн формата и оффлайн тоже, но так как ты все-таки, если мы обращаемся к тем, кто находится далеко, это онлайн в первую очередь формат. Ссылку оставим в описании. Да, я тоже очень рекомендую. Вы получите гарантированные качественные уроки, а также в случае вашего желания уроки литературы без цензуры. Для полной картины и понимания атмосферы, которая царит в диаспоре, многих интересует вопрос и много пропаганды на эту тему идет, что никто там не хочет возвращаться. Как ты увидел, есть ли желание у этих черкесов снова обрести родину? Смотрите, когда я там ездил, тогда был период ренессанса турецкой экономики, то есть это был тот период, когда команда Эрдогана проводила активные экономические реформы, активную инфраструктуру, создавались новые рабочие места, экономический рост был большой, то есть допустим черкесы, которые жили в провинции Бурса, Кайсери, Сакария и другие, Дюзджи, это индустриальные провинции, то есть внешний ВВП, внешний валовый продукт на душу населения в том регионе превышал показатель допустим Кабардино-Балкарии и Адыгей допустим в 6-7 раз, экономическая ситуация была в разы лучше, чем в черкесских республиках. Несмотря на это, в то время было очень много желающих возвратиться на историческую родину. Тем более сейчас, когда экономика Турции в упадке и инфляция бьет все рекорды, разница от такого большого отрыва между индустриальными регионами Турции населенных черкесами, а также черкесскими республиками уже такого большого отрыва нет. И сегодня тем более многие будут заинтересованы возвратиться. Но тут уже встает вопрос о бюрократии и также с давлением, которое встречают репатрианты, которые возвращаются. В первую очередь это аэропорт, то есть аэропорт Сочи или аэропорт допустим Краснодара, куда прилетают, когда уже видят, что это гражданин Турции, но он является черкес, многие из них мне говорили лично, что уже подвергаются очень такому длительному допросу. Также вопрос получения гражданства, то есть вид на жительство, то есть представьте турецкого черкеса, который не знает черкесского языка, знает турецкий, но хочет восстановить свой черкесский язык, ему сначала требуют изучить русский язык, потом в случае желания он как бы может изучить черкесский, также он может годами находиться на территории Черкесии, но нет никакой гарантии, что его не депортируют и не разрушат его бизнес. Вот они приходят к репатриантам, которые небольшой бизнес открыли и просят им заплатить деньги так называемый общак, это то же самое, это спецоперация для того, чтобы отпугнуть этих людей, чтобы они больше туда не приезжали. А как закон о соотечественниках в России действует, распространяется на черкесах? То есть черкесы рождены, то есть их историческая родина и происхождение они являются уроженцами Российской Федерации и вот допустим существует русская диаспора в Латиноамерике, в Боливии, там в разных странах они примерно в тот же период покинули Российскую империю, что и черкесы, но для них тех русских, которые живут в Боливии действует этот закон, если они захотят вернуться в Россию и получить гражданство, им это запросто дадут, но такой мы видим двойной стандарт по отношению именно к черкесам. Если говорить о реальности, то этот закон не признает черкесов соотечественниками, поэтому от логики к российской действительности мы перейти плавного перехода не может быть, к сожалению. А как насчет социальной адаптации черкесов на родине их идеологической составляющей в вопросе возвращения народа в вопрос репатриации? Ну, почти больше, чем века они уже находятся на чужбине в Турции, не говоря уже про арабские страны. Естественно, там уже в культурном плане в менталитете есть различия между черкесами в диаспоре и черкесами на исторической родине и есть некоторые аспекты социальной жизни, которые неприемлемы, допустим, для одной или другой стороны и трудно смириться с ними. Да, такие аспекты существуют, но также стоит отметить, что второе поколение черкесских репатриантов, которые осели в Черкесии, но их дети, которые выросли там, они уже ничем не отличаются от черкесов, которые живут на исторической родине, поэтому я бы не сказал, что это такой серьезный барьер, который мог бы препятствовать массовой репатриации. В Грузии есть диаспора в Иране, допустим, в Перейдане, которые очень хорошо говорят на грузинском языке, но также есть вот тоже самая ситуация, что и с ливийскими черкесами, также у нас ситуация с грузинами в Мазандеране, которые помнят, что они грузины называют сюда горджи, но не знают грузинский язык. И вот многие грузинские деятели, которые занимаются вопросами Ирана, они пытаются восстановить грузинскую идентичность, как бы приветствуют их переход на территорию Грузии, обучение и так далее. Подобные проекты должны осуществляться с черкесами с Северной Африкой, я бы сказал, Ливией, Египта, и так далее. То есть родившись черкесом, ты не можешь быть бывшим черкесом, да? Да, там в Египте очень распространена фамилия Аль-Шаркаси, Аль-Шаркаси, Абаза и так далее. Это люди, которые имеют северо-западо-кавказское происхождение. То есть если их заинтересовать, то есть я уверен, что будет поток интересующихся и будет интереснее. Тем более я слышал от одного очень компетентного черкесского исследователя Мурада Табыша, что в начале 20 века в Каире, в Египте, еще существовало радио, которое вещало на черкесском языке и местные адыга Хаса еще тогда в начале 20 века знали черкесский язык. То есть это говорит о том, что ресурс есть, надо находить, надо работать с этими людьми. Как минимум хотя бы, я не говорю уже о поддержке этих программ, хотя бы избежание противодействия тому, что делается на уровне общественных гражданских активистов, то у нас уже был бы результат гораздо больше, чем есть сегодня. И сегодняшний результат в плане репатриированных сотнями человек, которые исчисляются, это главное оружие пропаганды, которое нам пытается рассказать о том, что черкесов нет, желающих вернуться нет, то, что они там ассимилировались и так далее. Мы видим сегодняшний мир интернета, мир технологий позволяет нам ускорить и этот процесс тоже. И возвращаясь к начальному вопросу о признании геноцида, о признании прав черкесов, как раз таки это признание наших прав нужно для того, чтобы эти процессы не встречались с таким огромным противодействием огромной империи на глазах у остального мира. Я думаю, это... у меня такой вопрос к вам обоим. За последние 10-11 лет после признания геноцида какие были изменения в черкесском вопросе, как вы можете коротко это оценить? Были и такие яркие моменты, были и затухания, вот вы как видите это? То, что мы видели некоторые процессы, которые шли в черкесском мире, допустим, тот одиночный процент, одиночный протест Руслана Гуашева, который начал голодовку, большинство черкесов во всем мире, как и в диаспоре, так и на исторической родине его поддержали. Мы видели, допустим, единичные всплески активизма, допустим, когда в одном из турецких телесериалов очень лицеприятно отозвались черкесов местные герои и это вызвало протест в турецкой диаспоре. Мы видим регулярные ежегодные события поминания черкесского геноцида в разных регионах Турции. Акции протеста. акции протеста. Как реакция, также стоит отметить, что в последнее время усиливается уже межэтническое противостояние на территории исторической Черкесии. Я подразумеваю с одной стороны между черкесами, с другой стороны между представителями карачаево-балкарского народа. И мы видели эти события в Кенделене. Я не хочу сейчас в деталях идти и обсуждать эти вопросы, но тут мы видим, что пытаются отвлечь черкесский народ и мировую и кавказскую общественность от основных проблем черкесского народа. Это как бы есть попытки переведения данного вопроса в другое русло, что межэтническое русло, где федеральный центр как бы выходит как модератор и как бы последний. То есть мы видим вот это очень настораживающее событие, которое очень сильно напоминает то, что происходило в 70-х, 80-х годах между грузинами, абхазами, грузинами, осетинами, вот этот и чтобы не повторить те ошибки, которые вот мы тогда повторили, обязательно обоим народам надо найти вот найти волю, чтобы для диалога и чтобы это все чтобы сделать превенцию для этого. Что касается вообще в идеологическом плане, естественно, все черкесы, даже если они как бы в реальности не позволяют возвращаться, они как бы признают, что репатриация это единственный путь как бы спасения черкесской нации, так как это единственный путь восполнить потерянный генофонд и увеличить процент черкесов не только на территории черкесских республик, но и также вот тех территорий, которые были отторгнуты от Черкесии, причастны, являются частью Краснодарского края, естественно, есть такая идея, я вот допустим в Англии знаю одного черкеса из диаспоры, не буду называть страну, который имеет очень солидную корпоративную работу, но даже он ждет, как только нормализуется ситуация, даже в условиях Российской Федерации, даже в условиях Путина, он готов отложить свою корпоративную работу, сделать себе немного сбережения и со своей семьей, у него жена и дети есть, черкесская семья, также вернуться на историческую родину, то есть на таком уровне я видел желание возвратиться. Олег, у меня вопрос к тебе насчет взаимодействия наших черкесских организаций, как ты можешь оценивать деятельность и роль МЧА сегодня, также черкесских АДГХС, кафедра Черкесии, это в Турции, за рубежем и в других странах мира, то есть в чем они соприкасаются, в чем расходятся, какова их консолидированность на данный момент. Может какую-то динамику сможешь Давайте сначала расскажем про взаимоотношения между МЧА и черкесских организаций в Диаспоре. Несмотря на ту критику, которая существует в адрес МЧА, довольно большое число представителей Диаспоры считают, что это как бы филиал спецслужб, есть такое мнение, но несмотря на это они против прервания всех контактов, потому что если они начнут как бы радикально противостоять МЧА, это означает потеря контактов с исторической Родины. Это прекрасно понимают черкесы Диаспоры, поэтому несмотря на спорные вопросы в деятельности МЧА, они не как сказать не прерывают контакт и продолжают участвовать в общих проектах, чтобы не потерять те обменные программы, которые существуют для черкесских студентов, те программы посещения исторической Родины и так далее, потому что объективно можно сказать, что любое неосторожное движение может очень серьезно повредить те контакты, которые сейчас существуют и то, что мы видим, что турецкие черкесы как бы еще едут на историческую Родину и учатся, и та еще небольшая часть, мы можем потерять и это, то есть есть такое же мнение. Было, допустим, представить, там в самом несколько фракций и одна фракция, которая более такую жесткую позицию имеет, они как бы высказывались в свое время по поводу создания альтернативы для МЧА, но насколько это реализуемо, насколько это сможет во-первых восполнить те пробелы, которые существуют в черкесском активизме, насколько это может отвечать интересам черкесского народа и как бы лоббировать их интересы, особенно на их исторической родине, вот на эти вопросы пока нет ответов. Также есть вопросы по поводу главных целей КАФФЭД, потому что КАФФЭД официально не является исключительно черкесской организацией, она как бы вводит, то есть подразумевает в себе также представителей других кавказских народов, но так как чеченцы основным своими не используют ресурс КАФФЭД и отдельно лоббируют свой вопрос, это нельзя сказать по поводу абхазских членов КАФФЭД, я объясню, что КАФФЭД это как бы федерация кавказских сообществ, то есть это как зонтиковая организация, и там примерно в 50 городах и провинциях Турции есть их филиалы, там где преобладает абхазское население допустим в Сакаре или в Дюзже там те представители допустим КАФФЭД в основном абхазы этнические, но в основном других регионах где преобладают черкесы это черкесы и поэтому вот у некоторых черкесов есть вопрос что вот абхазские участники КАФФЭД они активно то есть абхазы как бы активно используют черкесские ресурсы для лоббирования своих вопросов в то время как абхазские организации не участвуют в лоббировании черкесского вопроса и вот есть такое как бы чувство одностороннего отношения у некоторых представителей черкесской диаспоры и да есть вот такой спорный момент несмотря на некоторые спорные моменты все таки очень сильно взаимосвязаны друг с другом нет такой одной общей организации которая могла бы говорить от лица всех черкесов потому что там есть допустим если взять одну Турцию там есть несколько разных организаций разного направления есть организации которые имеют более религиозный долг и более как бы связаны с правящей партией Турции есть те которые имеют более левые и как бы социалистические взгляды почему потому что их учредители были как бы социалистами и активистами левых политических организаций есть те которые больше связаны как бы с республиканской партией как бы более центристской партией то есть то партийное деление которое существует в Турции также имеет свой отголосок на диаспоральных организаций если бы только одну Турцию я уже не говорю про допустим Сирию там есть лоялисты к режиму АСА есть его противники это диаспора там нету как бы трудно создать единую организацию то что их объединяет это они слушают то есть да они участвуют в активизме но Том всегда задают те которые на исторической родине конкретно Нальчики то есть вот изредка Майкоп но в основном Нальчик задает то что должно происходить в какой активизм должен идти в диаспоре вот если Нальчик Нальчик то есть МЧА имеешь ввиду я имею ввиду также неформальных как бы если сказать активистов которые как бы то есть недовольны сегодняшним статусом КВО и некоторые из них были вынуждены покинуть территорию Кабардино-Валкария также других черкесских республик то есть они все-таки слушаются их мнения то есть если допустим вопрос Гуашева да то есть вот когда Гуашев начал голодовку это как бы оживило активизм в Турции и все организации несмотря на их взаим как бы различия то есть все они поддержали вот этот одиночный пикет Гуашева также и с Мартином Кочесоковым естественно Мартином Кочесоковым его тоже поддержали и вот такие вопросы да которые вели то есть которые были активизированы с исторической родины на вопрос о динамике черкесского черкесского вопроса наверное о самосознании нужно говорить в первую очередь черкесской нации сегодня то я всегда делаю акцент на одном важном моменте которого не было ранее это черкесский флаг который стал объединяющим фактором всех черкесов проживающих и на родине и за рубежом и мы видим что выросло поколение которое обладает самоидентичностью адыга которую мы говорим черкесского народа и это поколение которое выросло это как раз наше поколение молодых людей от которых сегодня зависит будущее черкесского народа и когда мы говорим ты сейчас очень важно обозначил что люди находящиеся в диаспоре ориентируются все равно на тех черкесов которые на родине находятся ты говорила наальчики в частности и мне кажется сегодня ситуация которая получилась исторический шанс для черкесского народа потому что действия российской федерации и в том числе по вытеснению оппозиционно настроенных активистов это же коснулось и черкесских регионов и сегодня мы видим ситуацию что к той диаспоре которая оглядывается на родину примкнули определенное количество черкесских активистов которые можно сказать делятся духом родины с ними и появляются новые видения развития событий и мне кажется сегодня как никогда ранее учитывая что у нас есть интернет соцсети ютуб где мы можем общаясь консолидировать этих людей точнее не то что их консолидировать а их позиции которые немножко отличаются они должны быть консолидированы и тут очень важно то что ты обозначал Олегу в разговоре что люди находящиеся в диаспорах они в основном заняты вопросами этих государств в которых они проживают то есть они левые в Турции или правые или проэрдогановские или у них такое ареал обитания их такой и сегодня мы должны доносить до этих черкесов что сегодня черкесский народ стоит перед важнейшим важнейшим шагом и этот шаг зависит только от черкесского народа сегодня мы должны оставить в прошлом любые вопросы касающиеся не наших интересов национальных и когда я говорю любые я имею ввиду любые все остальные вопросы государств проживания ты упоминал сейчас диаспору абхазская черкесская и как раз таки в том числе и поэтому это очередное доказательство того что нам пора заняться своими вопросами коих очень много и я хотел бы прокомментировать часть тоже отвечая на этот вопрос часть про карачаево-балкарцев и вообще соседей на кавказе я думаю что нам пришло время вырасти в том числе из позиций 30-летней давности мы должны отложить в сторону как это делалось всегда в принципе в экстренных ситуациях на кавказе отложить в сторону какие-то мелкие для меня это мелкие междуусобицы где-то мы по каким-то деталям можем не соглашаться но сегодня мы должны понять что у нас один общий регион который для мира является регионом и в региональном вопросе должны ставиться расставляться приоритеты и точки естественно поддерживание то есть взаимоотношение с соседскими народами кавказа а также теми народами которые проживают в черкесских республиках это очень важно мирное сосуществование народов в черкесских республиках очень важно потому что на нашем примере мы видим что это приносит колючие проволоки это приносит беженцев это приносит как сказать разрушенные дома и я и надо делать все чтобы все возможно чтобы между допустим Нальчиком и Хасани не были колючие провода и оккупационные линии и все такое противоречие которые искусственно раздувают они должны быть как бы производить превентивные меры чтобы этого не было и чтобы такие события как происходили в Кенделене они больше не происходили также касается Ябазин также касается Нагайцев и также касается русского населения которые живут допустим в Зольском в Майском районе Кабардино-Балкар и других регионах то есть надо их тоже интегрировать в общий процесс если у них будет такое желание Я думаю иметь возможность быть вместе и понимание этой возможности Я думаю продолжать разговоры с интересными людьми можно и до ночи будет да бесконечно можно будет продолжать но к сожалению наше время тоже имеет рамки и твое время Олегу спасибо тебе за то что принял участие Спасибо вам за вашу активность за вашу идею вот этого подкаста что таких подкастов больше надо проводить чтобы мы узнавали друг друга Спасибо Олегу что ты сегодня был с нами уделил время был очень интересный подкаст думаю наши зрители это тоже оценят в комментариях в своих мнениях и очень важно принимайте участие продолжайте вы активно комментируете задаете вопросы продолжайте это делать мы со своей стороны будем продолжать приглашать гостей и очень важно мы находимся в Тбилиси очень важно с чего мы начали я думаю этим и закончим что грузино-черкесские отношения являются важнейшим важнейшей опорой во всем регионе в Кавказском регионе и мы должны я считаю что мы обязаны наше поколение здравомыслящих людей обязаны учитывать этот фактор и делать в этом направлении еще больше и отдельно благодарим Олегу что ты один из первопроходцев этого вопроса поэтому твоя в зале славы твое место ты себе уже обеспечил да как бы ветеран несмотря на то что совсем молод был еще тогда ну 20 лет все равно вот сейчас я чему радуюсь узнаю какой-то новый грузин кто активно участвует в черкесском вопросе то есть то что уже новые лица появляются я их не знаю это значит что уже процесс идет значит хорошо Сначала был зрительный директор. Кстати, это был очень интересный момент. Очень много интересного, но с вами я это доказываю о себе. И что-то уже не ему было. Она подкастов, а также тематикам подкастов. А вот, я думаю, это цезарь хеон, а че? Хеотчо. Тхамфир апсоза, джими, диглапав, хазареблягам, че, джиридзеушане. Кстати, я еще хочу все-таки добавить, что у тебя тоже YouTube-канал, где ты разбираешься, он англоязычный, думаю, для диаспоры будет интересно. Найдите ссылки в описании обязательно. Пока что короткие познавательные видео про всех народов Кавказа, в том числе и черкесов. И также можете подписываться и ознакомливаться. Не можете, а подписывайтесь. Где здесь? Вот здесь, наверное, подписывайтесь на канал, колокольчик обязательно. Ну, тогда мы еще и как два YouTube-платформы, две YouTube-канала, два, можем продолжать взаимодействие. Спасибо большое. Спасибо. Все, думаешь, да? Подожди, хайр чаш, ой, секунду. Хайр чаш, а че ты зарахлягун? Хайр чаш, ой, секунду. Хайр чаш, ой, секунду. Продолжение следует...